Дуляев Валерий Базырович Они специально построены для студентов и лам. В каждом доме есть один лама. И к нему заселяют студентов, чтобы он с ними присматривал. И здесь в основном они делятся по районам. Здесь, например, Джидинский район, Кяхтинский район. И каждый живет со своим ламой. Мы живем в 40 доме. Это бывший университет. Сейчас, на данный момент, там 5 человек живет. Сейчас хорошо, что людей много. Раньше не так было сильно. Немного было. Вы по направлению или сами? Нет, большинство сами. По направлению практически не бывает. Здесь, получается, в университете есть несколько направлений. Философия, астрология, тантра и медицина. И еще художники. Вот как раз у нас, получается, двое старшекурсники. Ну, пятый курс вот мы. Два философа. Один, получается, Бадма, он из Чилгира. Он как бы помимо философии еще изучает медицину для себя. А Чмид, который с прогрессом, тоже пятикурсник, ему чуть-чуть осталось. Через год он уже закончит факультет изобразительного искусства. Да, изображение божеств. Это очень тяжелый труд. Потому что я смотрел, как они рисуют. Я вначале думал раньше, что они рисуют как обычно в школах. Как варелью, вот так и разводят кисточками. А на самом деле там точечные надо рисовать. И они садятся с 9 утра. В принципе, почти до ночи рисуют они. И чисто выходят они там по нужде. Или если отпрашиваться, куда-нибудь уходят. А так в основном они сидят все время там. Ты на каком отделении был? Я на философии. Философии. Вот университет, получается. Где? Вот видите, самое большое здание. Самое большое здание? Ага. Студентов, в принципе, много. Студенты с разных вообще. С России много студентов. За границей. Не ограничиваются азиатами? Да, не ограничиваются азиатами. Есть с Санкт-Петербурга, с Казани. Даже с Сосети есть. Два студента. Они уже закончили университет в Сосети. Какой? Южный Союз? Южный Сосети. Университет. И алтайцы. Хакасы есть. Тувинцы. Кстати, мы как раз сейчас будем проходить наше пожитие. И сразу спереди будет тувинское. В принципе, отношения, как бы, как и везде. Находим компромиссы, взаимопонимание. Ну, не сказать то, что прям все гладко бывает. Но все равно, как бы, стараемся. Человеческое, конечно, что-нибудь чуждо, да? Да. По идее, играете в спортивные игры? Это... Стадион, это относится к Датсану. Его, как бы, построили в целях того, чтобы развивать спорт среди молодежи. Среди молодежи? Да. Студенты тоже могут участвовать. Да. Все желающие могут участвовать. Здесь ежегодно проводятся, ну, «Рывом грубо на дом», говорят, игры трех мужей. И на этих играх, получается, ну, какие там боятся, стязания, скачки, ипподром к той стороне. Там вчера были скачки, там. Потом борьба, борьба здесь проводится. И стрельбы из лука. И все это, как бы, ну, как бы, хорошо, хорошие призы. Есть, как бы, стимул для молодежи заниматься спортом. Вот это наше в житии. Ну, не весь, а вот этот пролет один. Какого повода? Да, поначалу я болел. Где-то около месяца, наверное. Или, может, полгода даже. И этот... Ну, ничего, привык. Морозы какие с ветром? Мне хорошо то, что здесь именно ветра нет. Ну, именно в этой местности. Здесь окружают горы. Там в городе прям дует сильное. Когда приехали, тут прохит. Да, получается, здесь твинцы. Это Деважен, Дуган. Деважен. Что это такое? Ну, как бы, это считается Деважен, это рай. Переводится. Это маленькое, да? Не, вот это маленькое. Это стеклянное, да. Там дерево бодхи. Ну, как бы, давно еще лома, ну, бурят. Съездил в Индию и... И привез дерево бодхи, семя, ну, как бы, росточек. И здесь посадил его. И вот оно разошлось. И она, получается, цветет весь год. Весь год? Угу. Зимой, летом. Ну, как кеплица, да? Да, и считается, то, что его листья, они, как бы, целебные. Заметил то, что, ну, местные жители, они берут их для того, чтобы, ну, как бы, укрепить здоровье беременных, особенно, девушек, женщин. Она, как бы, способствует развитию плода, чтобы хорошо себя было. Ага. И главное, то, что помогает. Интересно. Трехразовое питание, учеба у нас бесплатная. Отопление хорошо, то, что сейчас везде отопление сделали. Вот там, в той стороне котельня. И раньше мы топили, как бы, вручную. Ну, пилили, там, пилили, рубили дрова. А сейчас уже такого нет. Сейчас уже намного лучше. И при Датсане имеется литейный цех. Он там, с той стороны. Здесь, ну, выливаются фигуры разные. Ну, буддийской. Буддийской и, как бы, традиционно бурятской. Как бы, их традиции. Сильно отличается именно буддизм бурятский и буддизм калмыцкий? Ну, я даже не знаю. Я, как бы, не разделяю чей-то буддизм. Бурятский и калмыцкий буддизм. Буддизм, он один. Просто у всех разные взгляды. Да, нельзя, как бы, сказать, что вот буддийский, ну, бурятский буддизм, он такой-такой. Калмыцкий буддизм, такой, ну, там, тибетский буддизм. Как бы, все должно быть, ну, разным. У нас одно учение. Учение, как бы, по помощи живым существам. Не смысл отделить, как делят христиане, да? Да. Горо специально предназначено для того, чтобы человек успокаивался внутренне. Нет, да, и желательно не разговаривать, когда входит у Горо. Не разговаривать, не отвлекаться. Думать только, как бы, успокаивать свои мысли. Именно, главное, внутренне. Да, неважно, потому что бывают люди, например, даже, у которых нету, например, пальцев. Вот они не могут сложить, ну, как бы, говорится, мудру, как надо. И это же не, как бы, не означает то, что они не смогут помолиться. Ну, как бы, такого нету абсолютно правильного варианта. Ну, я так считаю. Мудрая, как бы, ну, как бы, молитвенная, она, как бы, нету, и говорят то, что он подозревается, вот это два пальца, закрывается, да, это как наш внутренний потенциал, ну, стать Буддами, наша сущность настоящая. И она, как бы, скрыта. Но как ротос и раскрывается, так же раскрывается наше сознание. И, ну, как бы, мы становимся Буддами и уходим в нирвану. И так достигается, ну, как бы, да, просветление. Ну, как бы, это выдающая личность. Мне тоже даже говорят то, что он, ну, можно сказать, уже чуть-чуть или даже, может, достиг Буддства. Ну, в основном предназначено то, что он Батхисаттва. Это, как бы, у него очень большое желание помочь живым существам. И он специально сделал так, чтобы, ну, его тело осталось, чтобы она никуда не пропала, чтобы, ну, как бы, питала веру буддистов. Не только, как бы, Бурятий, но и всех, что есть. То, что, ну, как бы, я так понимаю, то, что он имел в виду то, что можно победить смерть, а так, то, что смерть – это еще не конец. И дальше еще есть, как бы, продолжение. И не стоит, как бы, ну, бездуманно, как бы, необдуманно что-то творить, какие-то деяния, потому что все равно мы будем расплачиваться за них. Получается, это камень желаний. По легенде говорят то, что зеленая тара, как бы, оставила след на нем. И каждый, кто докоснется за него и попросит что-либо, ну, как бы, желание исполнится. Но в зависимости, конечно, будет от настроя и мотивации человека. Если она хорошая, она, конечно, исполнится. И, как бы, некоторые люди, как бы, проверить удачу, становятся на той отметке, как бы, чтобы больше удостовериться. И идут сюда. Ага. Ну, мне кажется, это чисто, как бы, ну, не знаю, как развлечение, что ли. Там, в принципе, такого нет, если вы не попали, значит, у вас есть желание не сбудется. Главное, как бы, докоснуться и, как бы, хорошо мысленно подумать. Всего у нас, как бы, здесь проводятся хуралы, ну, как бы, хамо, окунтэнгри, читает каждый день. Очарывани. Ну, как бы, 10 захюсанов, как бы, считается у нас, это защитники, которые дали, как бы, клятву защищать учение. И вот здесь ежедневно проводятся хуралы. Как бы, прихожане могут приходить, ну, где-то часов 7, наверное, начинается хурал. Здесь они проводятся. Здесь уже прикреплен лама есть. Он сидит постоянно, читает здесь. Как бы, нельзя пропускать. Можно туда зайти, только там снимать нельзя. Студент. Ну, не только студент, но рабочий. И... Сейчас здесь Майдр Дуган. Кто? Майдр. Что за Майдр? Ну, Майтрея. Будда грядущего. Майдр Бахну. Ага. Это, как бы, еще говорят, то, что это только верхняя часть от Дугана, оставшись. Верхняя часть? Угу. Ну, как бы, вот так. Ага, ага. Сохранилось, знаете, вот это. Да. Да, вот это жут Дуган. Жут, это, как бы, переводится как тантра. Тайное учение. Хру. Гамбин. А еще и самое удивительное, когда в Монголе, в Монголе был, да? Для меня было дикое видеть человека, ну, монгола. Протестантский вера, короче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok